всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас мукпанк с новинками из макдональдса я хотела еще взять круассанчик который только вышел но как только оформила заказ там высветилось что круассанчик больше не доступен распродано все что есть так как это новинки все покупают все дела дела и вот такой вот пирог вы знаете такой пирог стоил 7 монат 20 копеек я лично считаю что все-таки это дорого так как макдональдс это все-таки фастфуд за семь с половиной монат можно поесть такой чизкейк в каком-то крутом ресторане учитывая этот момент то есть местные производители делают намного все дешевле чем же макдональдс поэтому не знаю насколько удачные будут эти новинки еще я была в шоке я заплатила два с половиной моната за один макарон я знаю что они дорогие но не настолько я сейчас не думал что две штуки будет или три но оказалось только один и на фотографии был розовый а мне прислали белый ничего страшного мои любимые наггетсы за которые я продала просто сердечко свое но вообще если честно говорить у нас местные производители есть которые готовят все это гораздо дешевле и тоже очень вкусно затем дела фиш бургер он с рыбой очень вкусный один раз давным-давно его заказывал мне он понравился давайте еще раз вообще обычно всегда беру мак чикен или биг мак но в этот раз давайте сделаем исключение какой миленький вчера я выставила свою квартиру опять сдавать потому что те квартиросъемщики которые были мои подписчики они изначально говорили что они буквально пару месяцев об этом я вам тоже рассказывала у них в своей квартире был ремонт поэтому пока там пыльная работа они заехали потом я выставила до этого я ни разу на сайт недвижимости никогда не выставляла сначала мне комендант сказал комендант этого здания говорит если вы будете сдавать я вам могу горит в этом помочь но горит у меня есть мои услуги то есть мои услуги будут стоить 100 монат я так подумала и подумал во первых у меня есть аудитории в инстаграме подписчики во вторых есть специализированные сайты можно выложить туда зачем мне еще платить посреднику и выставил на сайт бина аз вот я сейчас вам расскажу но вы не поверите потому что если бы мне бы рассказали я бы точно не поверил как только я выставил не прошло буквально минуту мне позвонили мне позвонили я общаюсь с девушкой по поводу квартиры рассказываю подробности она рассказывает про себя и так далее и тут я понимаю что на второй линии опять звонок какой-то непонятный номер потом еще один звонок вот клянусь за этот вечер мне позвонила не побоюсь этого слова 40 человек звонили и парни которые уже говорили на русском языке те кто уехали из россии да и не только вроде и цена не супер дешевая если честно я сдаю квартиру за 400 монат в общем девушка которая первая мне написала мы с ней договорились на завтра в 11 и она мне сразу сказала как я могу прямо сейчас вечером приехать а время уже было 8 я говорю ничего страшно давайте завтра утром и она такая говорит давайте договоримся больше никому не обещайте чтобы я тоже надеюсь на вас никак не можем квартиру найти уже который который день и после этого мне продолжают звонить 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 я уже всем отказываю потом позвонила девушка и говорит вы знаете я очень сложная жизненная ситуация мы сейчас подруга буквально на улице нам просто некуда идти не хочу рассказывать подробности в общем поделилась сокровенным так скажем и она говорит реально эта история выглядит очень неправдоподобно я согласна если мне кто-то рассказал я бы не поверила но на самом деле сейчас люди все подняли цены на съемную квартиру я поставила по средней цене вообще если вы мне не верите вы можете зайти на бина ас и посмотреть что в ближайшие 4 станции сдается всего 3 квартиры за 4 станции метро действительно квартир очень очень мало и девушка поделилась своей ситуацией и она говорит можно я сейчас приеду заеду мне прям некуда идти я объяснила что я уже обещала другому человеку и так далее если я говорю завтра она не согласится эта девушка или мне она не понравится или я ей не понравлюсь не понравится квартира я говорю я вас запомнила я ваш номер сохранила я вам обязательно позвоню в общем мы поговорили я положила трубку мне еще пять человек позвонила после этого там мужчина мужчина не хотела сдавать мне как-то сложно наверное быть с мужчинами поэтому лучше женщине девушка уже на ватсап мне написала я предлагаю говорит сумму больше предложил определенную сумму я поняла что человек действительно очень нуждается в этой квартире вот я перезвонила я ей сказала что больше не надо вот та цена которая написана на сайте по той цене я и сдам просто единственная потеряла мысль вообще о чем я говорила ну в общем я девушке сказала что не надо мне больше вот сколько я написала на сайте столько и возьму с вас приезжайте а я планировала вообще после каждого квартиросъемщика я вызываю клининг но в этом случае мне пришлось отдать грязную квартиру потому что им было просто спать негде мы сразу зашли с девушкой девушка очень приятная порядочная классная в общем я сдала квартиру двум девушкам дальше мне нужно было сказать девушке которой которой я обещала завтра в 11 осмотр квартиры я ей написала она мне тоже хорошенько предъявила говорит зачем обещать а потом так делать я тоже надеялась на вас отказала одной квартире но это все произошло в течение часа то есть я поставила объявление уже девушка приехала я не успела дойти до своей квартиры она уже приехала настолько это быстро произошло я ей написала еще раз извиняюсь ну действительно это было некрасиво с моей стороны просто я вошла в положение вот этих девчонок которые просто остались на улице и вы знаете я просто в шоке от того насколько востребовано съемное жилье особенно сейчас и тут у меня рождаются идеи еще бы квартиру потом мне звонят 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 сегодня утром удалила объявление но все равно звонят сейчас вот написали на ватсап еще написали я удалила номер но многие заскринили это объявление и продолжают звонить или звонят те кто кому я сказала что завтра в 11 должны прийти и посмотреть квартиру видно что прям только что приготовили этот макарон в общем девочки теперь там живут очень приятные классные у них еще есть котик причем тоже бездомные взяли с улицы я еще из дома там притащила плед который у нас был очень хорошие подушки новые кое-какую посуду и сдала такой спрос просто девушка мне сказала как мне наверное когда мы будем выезжать мы должны заранее вам сказать я говорю за один день будет достаточно мне достаточно полчаса чтобы найти человека в эту квартиру сколько яблок короче и тут у меня возникает такая идея просто делюсь с вами а что если купить еще одну квартиру а никто не позвонил не сказал уступите можно подешевле а вы делаете скидки никто что насчет того что почему я сама не живу в этой квартире я хотела и хочу и честно жить одна но сейчас к сожалению в финансовом плане есть очень много проблем которые нужно решить и пока что в этих деньгах я нуждаюсь поэтому пока что я буду ее сдавать пока это объявление там висело мне позвонили еще компания посредники и говорят мы можем предложить в два раза больше жить будет иностранец ну понятно там из россии люди уезжают в общем я сказала что нет даже не надо мне двойная цена вообще без посредников и всего этого я думаю как хорошо что я не доверилась коменданту и не дала ему процент так легко было решить эту проблему но квартиры подорожали вкусно но на фотографии выглядело красивее на этом все мои хорошие огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться с вами была айка пока пока пока